МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная, эффективная техника, оригинальные запчасти и фирменный сервис от компании Омск Дизель это основа высокопроизводительных технологий. Телефон 55-54-71. Смотрите сегодня в нашей программе. От японской чудо-рыбы получить мечтает прибыль. Житель Москаленского района планирует открыть в Сибири необычную ферму. На полях поспел овес, на него хороший спрос. Хозяйство Червакского района приступило к уборке зерновых. Пятилетний юбилей собрал вместе всех друзей. В Омском районе прошел День фермера. Деревня Ивановка расположена в северо-западной части Москаленского района, в 110 километрах от областного центра. 150 лет назад на этом месте стоял густой лес, на опушке которого жили несколько казахских семей. В начале 1860 года здесь появились первые переселенцы из Рязанской, Полтавской и других губерний. В основном это были ссыльные. Своё название – Ивановка – деревня получила по имени одного из них. Большинство крестьян жили бедно. Дома строили из пластов дерна. Рубить деревья было запрещено, так как вокруг села находилась заповедная зона. В случае порубки налагался штраф в 50 копеек. История сохранила имя местного зажиточного крестьянина. Герасим Иванович Николенко имел 20 дойных коров, трактор, 80 валов. Ежегодно он засевал 810. Сегодня в Ивановке проживает 920 человек. Мы приехали в Москаленский район. Здравствуйте. В деревне Ивановка люди живут в основном за счет своего подсобного хозяйства. Держат коров, поросят, домашнюю птицу. А вот один из местных жителей развел на своем подворье необычную живность – декоративного карпа. Как живется японской рыбе в сибирских условиях? И выгодное ли это занятие? Расскажем сегодня в нашей программе. Соседские пчелы здесь – частые гости. Это местечко облюбовали сразу, как только в огороде вырыли пруд и запустили заморскую рыбу. У водоема всегда прохладно, а вот медовый спас надолго запомнится необычной для Сибири жарой. И только декоративные карпы в пруду чувствуют себя прекрасно. Идея развести японских кои у Владимира Масиенко возникла, можно сказать, случайно. Увидел как-то в интернете этих красивых рыбок. И они покорили его настолько, что решил завести их у себя. Попробовать приучить заморских рыбок к суровому сибирскому климату. В Омске и вообще по сибирскому региону качественного хорошего карпа кои нет. То, что привозят, это как бы там вообще качество не соответствует названию хорошего карпа кои. Владимиру повезло. Нашелся человек, который в силу возраста уже не мог заниматься карпами и распродавал свое богатое маточное стато. Из Самары Владимир привез своих первых рыб. Восемь карпов кои четырех различных пород. Обошлись они ему почти в 40 тысяч рублей. Для кого-то большая сумма, я считал, что в принципе этого стоит. Ну, хороший карп кои стоит, как хороший породистый котенок. Людям не жалко же на собачку какую-то отдать. Я на сумму так и здесь. И даже это, в принципе, даже дешевле. Потому что у нас как бы это еще не ценится. С детства Владимир увлекался аквариумными рыбками и уже знал, как ухаживать, кормить и содержать обитателей водной стихии. Но с карпами оказалось все сложнее. Требовались специальные знания. Пришлось Владимиру изучать целую науку – рыбоводство. Здесь и пригодилась старая литература, которая случайно оказалась в семейной библиотеке. Сначала, конечно, я изучал какую-то литературу, пытался в интернете найти информацию. А потом просто подумал, почему бы не почитать обычную книжку по прудоводству. И я нашел книжку обычную, советскую, там, 72-го года, прудоводство в советском хозяйстве. И все почитал. Там обычный карп почитал. И там основные принципы, как бы все понятно. И там и по болезням, и по питанию, сколько килограмм, чего там, корм отдавать. В первый же год решил поэкспериментировать. Отнерестил одну пару рыб. Потомство получил небольшое. Да и качеством остался недоволен. Раздарил мальков друзьям и знакомым. И стал серьезнее заниматься этим делом. Большой прибыли оно Владимиру не приносит. Приходится пока больше вкладывать, чем получать. В принципе, удовольствие, копаться с ними. И они не приносят, как сказать, не доставляют столько хлопот, сколько там собачки, кошечки. Не нужно с ними прогуливаться, там, гулять. Ну, там, листву собрал, там, и все. Уехал в командировку, я даже не переживаю. Рыба может долго не кушать, что с ними не случится. Стрекозы, жучки, паучки лазают, в воду падают. Поэтому еда у них есть всегда, в принципе. Сегодня в пруду омского рыбовода есть карпы из Малайзии, Сингапура, Таиланда. Владимир заказывает их через фирмы. Доставляют такой груз специальными авиарейсами. Самые красивые, яркие экземпляры из этих партий он отбирает для маточного стада. Сегодня уже может похвалиться удачными результатами своей селекционной работы. В позапрошлом году я отнерестил две породы. Одну прям целенаправленно. И вторая у меня там была, ну, такая небольшая самочка. Ну, я решил попробовать. Ну, и она отнерестилась. Малька, правда, мало от нее. Все, вот этот малек вырос. Растет. В принципе, уже много реализовал я. Отправлял даже в том году, в принципе, по всему сибирскому региону. Даже в Нижегородскую область отправлял. Курган, Челябинск, Новосибирск, Барнаул. Покупателей Владимир находит сам, через друзей и знакомых. А те, кто купил у него рыбок, рекомендуют его как честного продавца карпов кои. Его мечта – увеличить число любителей этой необычной породы. Создать даже виртуальный клуб, чтобы обмениваться своими наблюдениями, достижениями и советами. Я хотел бы сделать сайт. И на этом сайте, как в Японии, ну, по всему миру, там, прям как каталог выставляют. И продается она с интернета. Ну, в Японии с аукционов продается. Ну, а так, как в интернет-магазине, в общем, такого рода. Чтобы по всей Сибири у меня приезжали и заказывали качественного карпа кои. Правильная форма рыбы и яркий окрас зависят от рациона питания и условий содержания. Что для кои настоящие лакомства и как они переносят сибирскую зиму, узнаете после сюжета из Черлакского района. В 120 километрах от Омска находится село Соленоя, одно из старейших в Черлакском районе. Первые поселения древних кочевых племен, как свидетельствуют раскопки, относятся к X веку нашей эры. Курганы, древние городища до сих пор представляют интерес для археологов, изучающих соростинскую культуру. Первые упоминания о селе Соленом относятся к XVIII веку, времени освоения Сибири. В рочаще Соленой поворот в 1720 году был заложен маяк для предотвращения набегов через Иртыш-Джунгаров. На Ямышевские озера в ту пору снаряжались экспедиции за солью. Служивые казаки и крестьяне, поселившиеся здесь, жили в избах пластовых, плетеных или саманных. Пол был глиняный. В окрестностях села до сих пор добывают глину, которая идет на изготовление кирпича. Сегодня Соленое – одно из крупных поселений на Черлакской земле. Здесь проживает 2700 человек. Благоустроенные дома, развитая инфраструктура, наличие рабочих мест в фермерских хозяйствах, близость районного центра делают Соленое привлекательным для тех, кто решил поселиться здесь. В этом году селу исполняется 286 лет. Такую высокую кукурузу мне давно не приходилось видеть в наших хозяйствах. Да и сам Сергей Белевкин, заместитель директора, тоже, похоже, удивлен и не скрывает своей радости. Говорит, отправляясь на поля второго отделения, выбирает ту дорогу, что идет мимо посева кукурузы. На его глазах она росла, да так вымахала, что до верхушки рукой не дотянуться. Посели попозже, когда земля прогрелась, удобрения внесли, и вот уже початки завязались. А убирать собираются, когда они достигнут молочной восковой спелости. Хорошей силой получится. Молочное животноводство Соленом всегда было доходной отраслью, но к рубежу в 6000 литров молока от коровы так и не удалось приблизиться. Выход, как посчитал руководитель хозяйства Виктор Белевкин, был один – менять технологию. Отдельные элементы ее, такие как однотипное кормление, уже были внедрены. Оставалось прийти на беспривязное содержание и современное управление стадом. А это строительство новых помещений и доельного зала. Проект выбрали удивительный для Сибири. И крыши и стены у коровников из поликарбоната. В декабре разместили в них все дойное стадо – 600 голов. К новым условиям привыкали и буренки, и доярки. Зоотехник-селекционер Татьяна Лосенкова рассказывает, что целую неделю уговаривали коров идти на дойку. Те сопротивлялись. Получалось, что дойка длилась не три часа, как обычно, а целый день. Но сейчас все уже позади. Назад с помпаса не хотите? Нет, конечно, там тяжело и грязно, и здесь легче работать. Конечно, и условия соответствуют. Доярка отвечала за своих 50 коров и всего. Сейчас у них коллективная ответственность, поскольку дуют две доярки, все стадо – утром и вечером. Поэтому ответственность ложится на всех и на каждого в отдельности. Сейчас хозяйство ежедневно отправляет на предприятие переработки 6,5 тонн молока. Вся продукция высшего качества. Она проходит двойной контроль. Сначала в собственной лаборатории, оснащенной всем необходимым оборудованием, потом на молочном консервном комбинате. Расхождений практически не бывает. За хорошее качество и цена повыше. Новые условия содержания положительно сказались на здоровье буренок. Они стали спокойными, на аппетит не жалуются, на жаркую погоду тоже, потому что коровники – трансформеры. Вот так они выглядят летом без боковых стен. Эту породу черно-пестрые голштины вывели местные селекционеры. На это ушло почти два десятка лет. Если красно-степная коровка весила где-то 450-470 килограмм, то сейчас коровы весят уже до 600 килограмм. Также они очень отзывчивы на корма. Если хорошо кормить и правильно сбалансированным рационом, то они дают больше молочка. Вот это у них в породе заложено. Хозяйство в прошлом году подтвердило свой статус племб репродуктора. 10% как и положено ежегодно идет на воспроизводство стада. Здесь планируют довести поголовье до 800 коров, завершая строительство еще одного помещения на 200 буренок. Кормов на все пополнение уже припасли. У нас нынче сеножи очень хорошие, сеножи люцерновые, кукуруза. Кукуруза будет силу с початками. Кормовая база, конечно, в разы будет лучше. Сеножи уже заложили на все поголовье. Сюзи даже на следующую хватит, да? Ну, еще не весь сенаж заложили, да, еще вот кукуруза на корню стоит. Люцерну, вот третий укос мы сняли. Надеемся, что, наверное, еще и четвертый будет укос. Вот, поэтому, да, кормов нынче будет в достатке. В кормовую смесь для буренок входит и овес. Уборка этой серой культуры начали на прошлой неделе. Под ней занято 700 гектаров пашни. В этом году впервые под овес и ячмень внесли удобрения. И пожалели денег на препараты для борьбы с болезнями. Поэтому и урожай получили отменный. До 35 центеров зерна на круг собирают. На уборке занято 4 комбайна. Тукана 430, фирмы Клаас. А всего в хозяйстве 8 машин. Последние приобрели в 2014 году. Тукана 450. Поставляет их на омский рынок компания Омс Гизель, с которой хозяйство давно сотрудничает. В прошлом году, благодаря такой мощной современной технике, завершили уборку первыми в районе. Да еще и соседям помогали. С 9-метровой жадкой при хорошей урожайности Алексей Теринг с товарищами делают всего по одному кругу. И бункера полные. Местительные КамАЗы с прицепами едва успевают отвозить зерно на центральный ток. Свою технику механизаторы любят и берегут. Выдастся свободная минутка, протирает стекла кабины. Обзор из нее прекрасный. Одним словом, классная техника фирмы Клаас. Очень, очень хорошая. Я работаю, ну как получили, это с 2011 года комбайны, но с тех пор работаю. А что у них хорошие? Во-первых, комфортно у них. Пыли, не шума, такого ничего нету. И убирают они, да, чистое зерно, и способность у них пропасная хорошая. Ну, мощные комбайны хорошие. А сколько работаете? Круглые сутки или нет? Ну, сейчас пока в одну смену, а в следующие дни будем бессмертно работать. К вечеру это поле полностью уберут и переедут на другое. Погода позволяет работать весь световой день. Синоптики обещают сухую неделю. Это селянам на руку. Мы сейчас молотим влажность в районе 14%. Он сухой, около 14%. Поэтому, чтобы подрабатывать, доводить до кондиции, можно продавать сразу. А спрос есть? Спрос есть. Пока на сегодняшний день еще цена не сформировалась, поэтому люди ждут. Как бы особо, так скажем, спроса нет как такого, потому что нет еще пока цены сформированной. Там мало еще кто убирает. Да. А вообще, как бы, да, вес он востребованный. Сколько же гитары ждем на свете по-другому? По-разному. В этом году у нас получилось порядка 700 гектаров. Это на что вам хватает? Ну, это мы на продажу, это мы выдаем еще на паи и на корпус коту. Отслеживать цены на рынке входит в обязанности Сергея Велевкина. А еще работа с документами, банками, заниматься переработкой в хозяйстве две мельницы, отправлять муку заказчикам. Урожай пшеницы нынче обещает быть рекордным. До сорга центра зерна с гектара. Как и в прошлом году, подали заявку на участие в интервенции. Государство обещает закупать пшеницу третьего класса по хорошей цене. А Велевкина надеется, что такого качества зерно и получится. Недаром вложили большие средства в удобрения и препараты для защиты растений. Одним словом, сделали все, чтобы заработать деньги. Они нужны на обустройство нового животноводческого комплекса, на который тоже возлагают большие надежды. Проект не маленький, вложения большие, поэтому нам как никогда нужны деньги для того, чтобы достроиться, чтобы по максимуму, как говорится, в дальнейшем обходиться своими средствами, по меньшему, может быть, даже кредитоваться. Потому что все-таки кредиты на сегодняшний день еще не такие дешевые, как были раньше. Вот поэтому так. Приходится учитывать конъюнктуры рынка. Все эти культуры, что в последнее время были в цене. К примеру, впервые попытались вырастить масличный лен. Под него отвели 2000 гектаров. Занимаются озимой пшеницей по своей технологии. Есть еще ряд культур, но это пока эксперимент. Где-то, может быть, рискуют, но не стоят на месте, как и положено хозяину, за которым закрепилась модная словечка «Продвинутый». Карпыкои – настоящие гурманы. Любят полакомиться вкусненьким. Поэтому Владимир постоянно изучает их прихоти. Сегодня новый эксперимент. Незнакомая еда, к ней карпы всегда относятся настороженно. Но в стае обязательно находится смельчак, который отважится отведать. А уж потом его примеру последуют остальные. Вот перед вашим приездом я вот кинул арбуз. Ну, так, была дырочка маленькая, вот они ее разъели. Но вот если я его оставлю, вот это колечко, то завтра к утру, я думаю, здесь будет только зеленая корочка. Вот. И перед вашим приездом еще я кинул вот апельсинка, плавая, да. Ну, это я еще одну кинул. Вот апельсинку кинул вчера вечером, вот утром сегодня выловил вот такую корочку. То есть просто разрезал напополам апельсин, кинул, вот он плавает. И они его потихоньку клюют, клюют, клюют. Вроде там ни зубов, ничего нету, да. Вот казалось бы, как, да, прям высосали все. И вот выедает, да, это не так. Карпы кое, как и обычные карпы, всеядны. Любят кукурузу, горох, фасоль, капусту. Не откажутся от бананов, креветок, салата, крапивы и даже чеснока. Его Владимир дает в целях профилактики. Словом, прожорливые рыбки. А вот перекармливать их ни в коем случае нельзя. Это негативно сказывается на экстерьере. Форма тела сразу начнет меняться. Рыба растолстеет, станет вялой и неподвижной. Самое оптимальное – это вот два раза утром и вечером. На погорсточке, да? Да, по горсточке, чтобы, ну, у меня рыба кушает, чтобы, и я всем рекомендую, чтобы они съедали буквально при вас это. То есть вот они съели, корм не плавает, все. Лучше потом, там, через часик кинуть, так, маленькую щепоточку еще. Вот, чем корм будет плавать по пруду, они могут его и долго не съесть, это портит воду. Основной же рацион питания должен состоять из специального сбалансированного корма. В омских магазинах такой не купишь. Владимир выписывает его из Голландии. Ну, в основном, там, рыбная мука, как у всех комбикормов. То есть рыбная мука, пшеничная мука, всякие микроэлементы, витамины. Вот, ну, допустим, вот этот зеленый корм. Здесь спирулина – это водоросль морская. То есть в ней много витаминов полезных. И вот для рыбы они идут. Есть корм, вот этот вот коричневый корм, это для окраса, то есть, чтобы поярче был окрас. Вот, ну, я корм, как сказать, с периодичностью кормлю сначала одним, потом другим, там, две недели одним, две недели другим, да, меняю. Карпы кои непугливы, легко приручаются. Их можно покормить с рук и погладить. Своих хозяев узнают по голосу и по одежде. А некоторым рыборазводчикам даже удалось обучить карпов кои нехитрым трюкам. Те, кто впервые увидел такую рыбу, обязательно задают вопрос, можно ли их есть. Есть их можно, но не нужно. Я нашел такую неплохую аллегорию с лошадьми скакун и лошадь, которая за телегу таскает. Можно скакуна есть? Можно. Но вы же не будете его есть, правильно? Потому что он стоит дорого. Так и здесь. Это экономически нецелесообразно. Да, есть, как сказать, люди, которые спрашивают, да, я заплачу там любые деньги, да, мне только. Я говорю, ну там муксун тот же самый, или пеледь, она намного вкуснее, уж поверьте, чем купите обычного карпа и попробуйте. Средообитание для карпа кои тоже имеет значение, хотя многие сегодня разводят ее и в аквариуме. Ну а тем, кто хочет любоваться рыбкой по-настоящему, лучше вырыть пруд. Больших площадей для карпа кои не нужно. Достаточно два метра в диаметре и метра глубиной. Главное – соблюдать основные правила. Здесь три уровня. Он как бы вырыт ступеньками. То есть там 30 сантиметров, 50 и 80 сантиметров. То есть 80 сантиметров – там такой приямок, куда как раз вся грязь и собирается. Пруд не должен быть еще так же на прямых солнечных лучах, чтобы он был постоянно. Ну, нежелательно. Во-первых, он будет цвести, то есть зеленая вода будет. Ну и во-вторых, когда слишком жарко, карпа кои не любит жаркую воду. То есть он сильно, если вода прогреется, там 30 градусов будет. То есть это не очень рыбе это нравится. Для карпа кои оптимальная температура 20-24 градуса. То есть либо должен быть приямок глубокий, куда она в жару опускается. Враг номер один для кои – это грязная вода. Для поддержания чистоты в водоеме существует несколько решений. Владимир выбрал то, что и полезно, и красиво. На первый взгляд, вроде это просто ручеек, но на самом деле это своего рода естественный фильтр. То есть называется это биоплато. То есть вода с пруда через него протекает. И здесь посажен аир, вот это вот растение. Это ирис. Он уже отцвел, он в начале июня цветет. У них корни, они как губки, прям как мочалка. То есть они всю эту грязь, все собирают и грязь, и все это перерабатывают. Аммиак там, вот это все. То есть удобряются растения и очищается пруд. Сегодня у Владимира Масиенко уже три пруда. Последний вырыли в прошлом году. Он самый большой, шестиметровый. Здесь Владимир планирует проводить нерест рыбы. А чтобы малька выпустить в пруд пораньше, соорудили нехитрую конструкцию. Под пленкой весной вода прогреется быстрее. Вот так умело можно использовать каждый клочок земли на обычном сельском подворье. Здесь не было огорода. Здесь такое место пустующее было. Была здесь клетка для козы. Поэтому козы уже давно нету. Клетка тоже вся завалилась. Все, мы ее разобрали, и вот я место освободил. А так я периодически хожу и так выглядываю. Где бы тут еще что можно было бы копнуть. В пруду с чистой и свежей водой рыбки кои могут жить многие годы. Вообще они долгожители. При хорошем уходе живут веками. К примеру, в Японии карп пережил нескольких императоров. И умер от старости в возрасте 226 лет. Этот факт занесен в книгу рекордов Гиннеса. Карпы кои хорошо переносят холодную воду. Их можно оставлять на зиму в открытом водоеме. Но на достаточной глубине. Как только температура начинает опускаться, кои готовятся к спячке. Пищеварительная система засыпает до весны. Питомцы Владимира зимуют в теплице. Так надежнее, считает он. Она отапливается у нас и газом, и электричеством. То есть у меня все там на подстраховке, как в космическом корабле. Я зимой поддерживаю где-то 7-8 градусов. Кормить их не надо. Вот они у меня с середины... Где-то в начале октября, числа 5-го, 10-го я вылавливаю. Бывает даже из-под льда тонкая корочка льда уже. Лед ломаю, вылавливаю. То есть вот в начале октября я их сажу на перезимовку. Всего существует 14 основных расцветок карпокои. А вариаций насчитывается аж 130. Владимир Масиенко различает почти все. Какие породы японского карпа живут в пруду омского рыбовода. И как правильно провести селекционный отбор. Узнаете после сюжета из омского района, где проходил День фермера. Деревня Халдеевка расположена в 47 километрах от Омска. Образована была в 1847 году. Сейчас здесь 80 дворов, среди которых есть и добротные строения, и вросшие в землю избушки. Население 270 человек. Есть фапы, сельский клуб и даже сельпо. Правда, стоит оно давно под замком. Здание Суевской сохранили, как историческую достопримечательность. Когда-то Халдеевка входила в состав совхоза Петровский. Здесь была крупная животноводческая ферма. Сейчас никакого производства в деревне нет. Селяне живут за счет своих подворьей. Основное место работы – крестьянское хозяйство Бекера. Фермер имеет 200 буренок, почти 6000 гектаров пашни, лошадей и 70 семей пчел. Сестры Анастасия и Алясия Алешина на день фермера в хозяйство Бекера приехали из Крутинского района. Несмотря на свой юный возраст, они уже предприниматели, наравне с родителями ведут свое хозяйство и даже получили грант на его развитие. Получилась сестра и наша мама тоже лишена надежды. Мама выиграла грант семейной животноводческой фермы. В прошлом году еще 3 миллиона давали. Ну, то есть полтора. Ой, то есть 3. А вот сестра полтора выиграла на начинающей ферме. Ну, 30 гудойных коров приобрела. А мама что купила? Телят, где-то 85 штук, коров. Ну, еще не пол, еще не все. Там, как бы, в течение двух лет можно все приобретать. Мы в прошлом году 25 коров. И технику, там, трактор, пресподборщик еще. Правда, не все еще приобрели, но со временем все будет. Своей земли пока нет. Корма покупные, но не отчаиваются. Молоко развозят сами по заказчикам. Впрочем, так начинали не одни Алешины. И грантовой поддержки на развитие животноводческой отрасли в то пору не было. Сегодня, по крайней мере, две федеральные программы дают возможность взять хороший старт. Ежегодно 6-7 семейных животноводческих ферм перерастает. 37-40 фермерских хозяйств. А всего в области 1600 крестьянско-фермерских хозяйств. Они обрабатывают более 40% пахотных земель. Это внушительные объемы. Но развивать животноводческую отрасль до последнего времени многие не решались. Трудоемкое это дело и невыгодное. Однако ситуацию удалось переломить. В животноводстве ежегодный рост идет поголовье. По продуктивности фермеры растут. Могу привести пример. Фермерское хозяйство Ложкин. Большейчинского района. У него молочная семейная ферма. И уже дует больше 5,5 тонн. То есть этими результатами, я думаю, гордились бы и крупные хозяйства. А вот с ценами на молоко, которое посредники и переработчики закупают у фермеров и в личных подсобных хозяйств остаются проблемы. Это был один из главных вопросов, которые поднимали на встрече с министром участники совещания. Сам Максим Чекусов считает, что справедливая цена 23-25 рублей за литр. Однако такую цену никто платить не собирается. Остается один путь, как считает фермер Ложкин из Большей Речи. Снижать затраты и увеличивать продуктивность. Ему это удалось сделать. Я тоже сначала думал, как будет, как работать. А потом, когда конкретно сел до копеечки, все посчитал и вообще получается нормально. У нас затраты на литр молока идут 6 рублей 40 копеек. То есть у нас рентабельность 200%. А через пакет, пакетируемое молоко, у нас получается 11,50 себестоимость молока. Но мы продаем по 35 рублей. Поэтому и там, и там 200% рентабельность. Главное, говорит фермер, нужно добиться высокой продуктивности. Создать для этого необходимые условия содержания коров и иметь хорошую кормовую базу. В области немало резервов для развития животноводческой отрасли. 240 тысяч гектаров не участвуют в севообороте или попросту пустоют. Интенсивно начали заниматься инвентаризацией земель. У нас в министерстве сформирован отдел. Ежемесячно проводятся совещания с федерацией по этому вопросу. Поэтому обращаю ваше внимание, что оформлением земель заниматься надо. Три, у кого есть вопросы, особенно в северных районах, я знаю, в Большерече, в Саргатке, не думайте, что это пройдет мимо. Может так оказаться, что эта земля будет не ваша. Ее попросту купит предприимчивый сосед или горожанин, и он эту же землю вам в аренду потом издаст. Андрей Беккер, в хозяйстве которого проводился День фермера, имеет 5000 гектаров башни. Собственной и арендованной. Сеет зерновые и кормовые культуры. Последняя с большим запасом, чтобы часть того же рулонного сена продать жителям окрестных деревень, которые держат буренок на подворье. По всем параметрам это хозяйство среднестатическое и в области, и в России. Отрадно, что люди начинали с ноля, и чего достигли, мы сегодня видим. Без всяких привлечений, каких-то огромных денег. Это все на собственном энтузиазме. Вот Андрей Эрнстович Беккер начинал с пасеки, потом несколько коровок, потом несколько хрюшек. Ну и дошел до того, что в этом году выиграл гранты семейного животноводческой фермы. 200 голов крупного рогатого скота, из них 80 коров, небольшой табун лошадей, свиноферма. Все по-хозяйски обустроено, без лишних затрат. Но с выдумкой, кое-что из этого не проще перенять и маститые фермеры, которые внедрили у себя современные технологии и работают по принципу с поля до прилавка. Мы крупное предприятие. И тем не менее, я подмечаю мелкие, вот такие очень проработанные решения в животноводстве, когда понимаешь, что все прочитать в книгах невозможно. И увидеть только можно вот в таких семейных хозяйствах, где, значит, он заготовил бункер, да, оно дробится, то есть подъехал фуражер и взял ровно сколько надо. Заготовлено у него примерно на неделю. Крестьянская смекалка помогает Андрею Беккеру не тратить средства на то, что можно сделать своими руками. А вот на те деньги, что он получил государство, до 40% своих добавил, приобрел технику. Полтора миллиона у меня еще лежит на счету, я их не потратил. Это у меня по бизнес-плану предназначено для закупа племенной нетели. Поэтому осенью я эти деньги использую и приобрету, значит, племя. Но это не значит, что я увеличу поголовье, потому что лучше делать, значит, продуктивность повышать, чем увеличивать рога. Такова его позиция – добиваться больше без лишних затрат и знать наверняка, что ему под силу. Так было с первого дня его хозяйствования на земле. Организовано фермерское хозяйство в 1991 году, вот в апреле месяце, и уже 25 лет. Юбилей, я что-то выпустил из виду, надо будет отметить. Но это уже после уборочной страды, накануне которой и прошел в Омском районе День фермера. Его участники, а это 150 человек, познакомились с хозяйством Андрея Беккера, пообщались между собой, что-то узнали новое для себя и просто отдохнули в компании единомышленников, для которых служение земле – не просто слова, а образ жизни и даже призвание. Эта красавица в рыбном царстве Владимира Масиенко появилась за день до нашего приезда. О такой породе он мечтал давно, а тут случай подвернулся – предложили купить. К новым условиям самочка пока привыкает. Несколько часов ее нужно подержать отдельно от общей стаи. Эта рыба где-то года три, вроде как он сказал. Платиновый гон – это чисто белый. Вот у нее здесь маленько есть черненькие. То есть, конечно, очень хороший экземпляр такой. А сколько интересно она в сантиметрах? Кормить. А мы давайте сейчас замерим. Примерно 50 сантиметров. То есть достаточно. Вообще карп Кои вырастает до 80 сантиметров. Тазик с новой рыбкой сразу обступила детвора. С любопытством рассматривают перламутровую чешую. Она красиво переливается на солнце. Что уж тазик? Я его высадил, чтобы замерить, посмотреть все. Потом вы куда денете? Здорово. Потом в пруд выпущу. Ты будешь его кормить. Буду кормить. Японский карп имеет разную окраску. Черную, желтую, оранжевую, красную, белую. А пятна различной формы и цвета определяют породу. Сейчас у Владимира около 200 особей. За два года ему удалось получить почти три сотни мальков. Уже своих. Из каждой партии он отбирал лучшие экземпляры. Кахаку это белый карп с красными пятнами. То есть вот эти пятна красные, они должны иметь ровную границу. То есть критерий отбора. Форма тела, понятно, вытянутая должна быть. Следующая порода. Такая популярная в мире, в принципе, они. Это куджаку. Это вот такой карпик. У него, значит, у него вот такой, как бы, текстура чешуи. Очень хорошо видно текстуру чешуи. Видите, она как кольчуга какая-то. Или как, ну, так сверху смотреть, называется рисунок сосновая шишка. Есть у Владимира заветная мечта – побывать на знаменитой карпоферме в стране восходящего солнца. Для этого даже стал изучать японский язык. Самые простые фразы уже выучил. Здравствуйте, по-японски будет коничуа. Так, а звать меня, а звать будет, так, унама и ванендеска. А звать меня, меня зовут Вова, будет звучать как ватащива вова дес. Вот так вот. Ну, а спасибо по-японски знают все. Аригато. Рыборазведение уже стало делом семейным. Заняты все родственники. У каждого свои обязанности. Теща Нина Николаевна выделила часть своего огорода под пруды. И с удовольствием помогает Владимиру ухаживать за рыбками. Я только утром встала, сразу иду к пруду. К первому иду. Они уже за мной следом, косичком так и идут. Я их покормила, перехожу ко второму. Я привыкла, мне приятно. Я и вечером устала, там сяду с ними, поговорю. У меня все время разговаривает радио. Они уже привыкли. И слушают тоже вместе со мной. Два года подряд Владимир со своими рыбками участвует на выставке «Агроомск». Отвечать на вопросы о мечей и следить за тем, чтобы рыбу ничем не кормили. Ему помогает племянница Вика. Девушка переживает, что теперь со своими питомцами придется видеться реже. Она стала студенткой. Но с реализацией волонтерского проекта по разведению Кои, который обсуждает с Владимиром сегодня, удастся не отойти от семейного увлечения. Когда мы первый раз приехали на эту выставку, выпустили этих рыбок в пруд, у детей был просто восторг. Они все были в восхищении. Они, рыбы блестящие, красивые. Они все подходили и спрашивали, а что это, а как это, можно их потрогать, чем вы их кормите. Вот так вот постепенно эти рыбки заняли очень большую часть нашей жизни. Увлечение Владимира поддерживает и разделяет его супруга Екатерина. Научилась даже закрывать глаза на солидные траты семейных средств. Владимир ценит ее терпение и понимание и часто балует жену необычными сюрпризами. Дорогая Катюша, у нас скоро годовщина свадьбы. Я хотел бы тебе сделать очередной сюрприз. Это вот такая замечательная, я назвал ее «Жемчужинка в твою честь». В общем, вот такой тебе подарочек маленький от меня. Вот такая, это девочка-жемчужинка. Наша программа подошла к концу. Этот и другие выпуски вы можете посмотреть на сайте 12-й канал.ру. Также добавляйтесь в нашу группу в Одноклассниках. Предлагайте свои интересные темы и делитесь проблемами. Ну а мы, как всегда, встретимся ровно через неделю. До свидания. Спонсор показа – компания «Омск Дизель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова